За восемь дней Нового года в Сочи произошло 16 пожаров. В первый день 2019-го в Дагомесе загорелся дом старой постройки в переулке Мебельный. В результате пожара из 23 квартир полностью выгорели восемь. Один человек погиб. 70-летняя женщина скончалась от сердечного приступа. А это кадры из Адлера. Там на перекрестке улиц Молокова и Ромаши горел частный дом. К счастью, обошлось без жертв. А накануне огонь вспыхнул на улице Комсомольская. Пожар начался в начале 12 ночи. Горел частный дом. Погибших и пострадавших нет. В праздничные дни горели не только дома, но и автомобили. Вот так после пожара выглядит автомобиль одной из похоронных служб курорта. Его подожгли на улице Макаренко. У автомобиля выгорела задняя часть. В тот же день на улице Голубые Дали горел грузовик. Судя по этим кадрам, восстановлению он не подлежит. На самый масштабный по количеству сгоревших автопожар случился ночью 6 января. На парковке дома по улице Санаторная пострадало 6 автомобилей. Огонь вспыхнул в Тойоте, после чего перекинулся на соседние машины. В пожаре полностью сгорели три автомобиля, а еще три получили существенные повреждения. Причиной пожара стал поджог. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, его совершил вот этот мужчина. По факту поджога авто возбуждено уголовное дело. Личность нарушителя уже установлена. Его ищут. Кроме пожаров, в Сочи в длинные выходные произошел целый ряд ДТП. Не обошлось без жертв. В аварии попадали легковушки, грузовики и рейсовый автобус. Причины скользкая дорога, выезд на встречку и прочие грубые нарушения правил дорожного движения. В частности, вождение авто в нетрезвом виде. Так, вечером 4 января авария случилась на дублёре курортного проспекта. По словам очевидцев, автомобиль вилял по дороге, после чего задел дорожное ограждение, машину занесло, и она несколько раз ударилась об отбойник. Водитель и пассажир находились в сильном алкогольном опьянении. Серьезно пострадал водитель легковушки. Ему оторвало левую руку. Еще один серьезный инцидент произошел в Адлере. Там мужчина на автостоянке возле одного из торговых центров выстрелил из пистолета в свою сожительницу, после чего скрылся. Женщина скончалась в больнице. Мужчина позже покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Непогода также стала причиной нескольких происшествий в Сочи. Сильный шторм повредил набережную в Эмеретинке. Вот так прогулочная зона выглядела после того, как море успокоилось. ЧП случилось и в горах. Два человека погибли при сходе лавины. 35-летние мужчины из Подмосковья катались на трассе, которая была закрыта из-за повышенной лавинной опасности. Горнолыжники сами спровоцировали сход лавины на территории, где катание запрещено. По факту гибели мужчин Следственный комитет проводит проверку. Еще одно происшествие на побережье. 20-летний мужчина бросился в море, чтобы покончить жизнь самоубийством. Его бросила девушка. На помощь пришли хостинские казаки. Вот такой новогодний хэппи-энд.